Всем привет! Наконец-то дошли у меня руки до того, чтобы сделать откатные ворота на моем участке. Вот они уже готовы, смонтированы, установлены. Сейчас я про это немножко расскажу. Сами ворота сделаны из профиля, из профильной трубы квадратной 60 на 30. Толщиной 3 миллиметра стенки. А вот эти вот, как бы сказать, перекладины сделаны из профильной трубы 20 на 42 миллиметра. Сварен мой вот такой вот каркас, длиной он 7,5 метров. Профлис смонтирован на 5 метров. Вот. Приварено все это к профильной трубе 60 на 63 миллиметра. И внизу сделан пропил под крепление для роликов. Сейчас покажу. Вот этот пропил. Покупать специальную направляющую за 8 тысяч или 6 тысяч стоит я не стал. Решил, что гораздо дешевле будет купить обычную трубу. Пропилить шлейфмашинкой в ней прорезь под направляющие для этой трубы. Вот. Сами направляющие. Компания Alutech. Это, если я не ошибаюсь, белорусская компания, которая занимается производством комплектующих для откатных холодов. Здесь сделана закладная. Вот она. Закладная утоплена в бетон. То есть при заливке вот этого вот фундамента. Длиной примерно 2,5 метра и в глубину где-то метр. Все это замоноличено. Замоноличено, значит, к ленточному фундаменту забора с помощью арматуры. К самом вот этой вот закладной приварена тоже арматура и связана с каркасом вот этого вот, с моего вот этого фундамента под ворота. Потом прикручены ролики. Вот они подняты специально. Я устраивал так, чтобы при открытии ворот они у меня прям вот в ответную за тут планку уходили. Как я все это делал? Вот у меня залит фундамент здесь под гараж. Разложил, сварил каркас. Вот. Поставил направляющую балку вот эту вот, которая по роликам движется. Потом сверху поставил каркас ворот. Прихватил, значит, в некоторых местах там через метр к самой балке. Вот. И потом накрутил сверху профлист. Сверху у меня вот такие вот ролики. Ну, в принципе, это везде так. Чтобы, соответственно, ворота сверху держались. Надо еще вот там сделать такие же два ролика. Ну, я думаю, это уже будет весной. В продолжении этого ролика будет обязательно вторая часть, когда я вот сюда поставлю автоматику для ворот. Ход у них такой немного тяжелый, потому как я не рассчитал. И когда накрутил профлист, вот этот вот ролик у меня начал очень сильно прижиматься к самим воротам. Я думаю, что надо будет его сдвигать немножко вправо, для того, чтобы ход ворот стал более легким. Потому что сейчас их так достаточно, ну, тяжело толкать по сравнению с теми воротами, которые делают профессиональные фирмы. Ну, и в длине достаточно таких больших усилий надо прилагать, чтобы их сдвинуть с места. Скорее всего, все это вот из-за вот этих вот роликов, которые надо будет сдвинуть, все-таки расширить, чтобы они более свободно держали вот эту вот верхнюю планку. Вот, значит, с этой стороны вот такая вот ответочка, тоже производитель Алютех. То есть полностью все комплектующие от Алютех. Вот, такая вот, называется он, по-моему, уловитель. Вот, здесь два резиновых ролика. То есть, когда ворота движутся, ну, вдруг там качаются они на ветру или еще как-то, чтобы ворота обязательно попали вот сюда в уловитель. Также на самих воротах такая вот заглушечка, тоже вот с такой вот резиночкой. Она там внизу на болтах крепится, и здесь вот внизу есть ролик. Вот, как раз вот эти вот болты. Так, на изготовление всех ворот у меня ушло где-то примерно 4 дня. Ну, там, сварить, померить, распилить металл, прикрутить профлист к воротам. Вот, сейчас, в принципе, можно закрыть их, посмотреть, как это снаружи выглядит. Вот мой забор готовый, можно сказать, на 75%. Осталась вот дальняя часть там, которая идет вместе с соседом. Вот. Снаружи выглядит вот так вот. Ну, я считаю, что это неплохо для человека, который занимался, значит, сборкой, установкой забора в первый раз в жизни и, собственно, сборкой ворот в первый раз в жизни. Значит, к воротам сделал еще калитку. Вот, сварил, значит, на днях калитку. Ну, за один день все сделал быстренько. Профильная труба 20 на 40, двойка, по-моему. Стенка у нее. Вот такие вот. Вот здесь вот такие петли. Покупные. Стоили они по 75 рублей. Диаметр 22 миллиметра. То есть, все это приложил, прихватил струбцинами. Вот, промерил. И сварка приварил их прям вот к направляющим. И сверху быстренько накрутил профлист на саморезы. Вот такая вот калитка получилась. Обязательно вот сюда сделаю две направляющие, вот поперек калитки. И вот сюда поставлю замок с автоматикой. То есть, когда на него подают 12 вольт, он открывается. Вот сюда вот поставлю, зафиксирую где-нибудь его здесь. и все это интегрирую в систему «Умный дом». Ну вот, сегодня такой небольшой обзорчик моих ворот. По весне будут обязательно доделки. Это... Вот здесь вот автоматику установлю. На калитку поставлю замок с электрооткрыванием. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Оцените этот ролик. Ну и скоро увидимся. Пока.